Здравствуйте, дорогие друзья! В этом выпуске мы обсуждаем доклад ООН о нарушении прав человека на Украине. Именно так он и звучит. Эксперты ООН выявили многочисленные нарушения со стороны украинских властей, прежде всего СБУ. Указывается о недопустимых действиях следственных органов. В частности, говорится о том, что до сих пор не расследованы и не наказаны виновные в гибели мирного населения, как на Майдане, так и события в Одессе в мае 2014 года. Много говорится о том, что на самом деле это связано то ли с действиями односторонними, и свидетельствуют о предвзятости. Это цитата из доклада. Ну, конечно, формулировки в этом докладе достаточно обтекаемые, но среди них четко явствует о том, что терпение международного сообщества явно на пределе, в том смысле, что тот порядок, который установился, в кавычках, конечно, у соседей, не устраивает уже даже, похоже, их западных спонсоров. Хотя докладу ООН вроде бы как это абсолютно международная тема. Тем не менее, мы видим четкие указания на то, что украинские власти явно ведут не к демократическому обществу, о котором так много говорилось в 2014 году. Ну и, Юрий, первый вопрос вам, конечно. Как вы охарактеризуете эту ситуацию? Согласны ли вы с выводами экспертов ООН? Или они все-таки сгущают краски? Или, наоборот, что-то они умалчивают о чем-то? Как вы считаете? Интересное совпадение. Комитет ООН, вернее, Верховный Уполномоченный по правам человека ООН, стал настолько смелый после того, как Соединенные Штаты вышли из конвенции по правам человека. До этого Китай покинул эту конвенцию. Вернее, он подписал ее, но не ратифицировал. И получается, что две крупнейших геополитических игрока в мире, если не считать Россию, они не являются членами этой конвенции. Соответственно, кем заниматься? Кем этому полномоченному заниматься? Ну, не африканскими же племенами. Понятно, что там каких-то не информационных, не материальных выгод не получат. Европой достаточно опасно заниматься. Поэтому каким-то образом надо затягивать с моей точки России. А как затягивать? Надо привлечь, надо показать, что мы вот занимаемся Украиной, еще какими-то вещами. То есть мы некую сохраняем объективность. Вот мне кажется, только с этим связаны доклады. Потому что рассчитывать на то, что ООН будет чем-то поддерживать Россию, или заниматься Украиной, или заниматься нарушениями реальными правами человека, исходя из практики предыдущей, не приходится. Подождите, вот в докладе говорится о том, что они провели опрос, там несколько сотен человек. Вот эти все истории, которые там много конкретных приводятся, когда СБУ арестовывало или несогласных, или участвующих в военных формированиях, как они говорят на востоке Украины. Люди попадали в плены и так далее, когда над ними издевались, и до смерти замучивали за стенку. То есть фактически творили то, что раньше проводили немецкие оккупанты с людьми, которые так или иначе пленными или несогласными. И там есть много историй. Разве это не есть факт того, что ООН все-таки заботилась конкретными случаями, конкретными вопросами на Украине? Эти все данные в большинстве относятся к 2014-му, к 2015-му году. Частично к 2016-му. Вопросы, почему так долго лежали? Почему эти документы лежали? И почему только после того, как США перестали входить в комитет по правам человека, только после этого уполномоченный по правам человека занялся этой темой? Явен ответ, очевиден. Хорошо. Виктор, как вы думаете? На самом деле, это не первый отчет ООН, в котором критикуют киевские власти, критикуют и в том, что касается репрессии против гражданского населения, в том, что касается введения гражданской войны на Юго-Востоке, в Донбассе. Подобные отчеты были и ранее, исходили из различных органов ООН, но никакого эффекта на действия Киева, никакого воздействия, никаких изменений в политике, в курсе киевского руководства не последовало. И в данном случае, вслед за этим отчетом, также никаких изменений не предвидится. Почему? Потому что для Киева маяк, скажем так, ведущая, направляющая сила, это не ООН в Нью-Йорке, это Вашингтон, это американский внешнеполитический истеблишмент, это их кураторы в Вашингтоне и в Европейском Союзе. А из Вашингтона они продолжают получать зеленый свет на проведение широкой репрессивной кампании против своего собственного населения, против журналистов, против несогласных, против тех, кто выступает против текущего националистического курса Киева и против, собственно, гражданского населения на Юго-Востоке Украины. И пока этот зеленый свет будет... пока свет будет остаться зеленым из Вашингтона, и пока власти в Киеве будут оставаться на своем месте, они будут продолжать проводить подобную политику, несмотря на критические замечания со стороны ООН или со стороны некоторых организаций по охране, защите прав человека. Я напомню, что, если можно, что в 70-е годы, когда в целом ряде латиноамериканских стран, в Чили, в Бразилии, в Аргентине, были во власти военные диктатуры, где, так же, как сегодня на Украине, преследовали журналисты, были жесткий репрессивный курс, и ООН, и целый ряд организаций по защите прав человека критиковали, порой резко критиковали их политику, и ничего не менялось, так как Вашингтон их политика устраивала, в принципе, и пока она Вашингтон устраивала, эти режимы продолжали действовать на территории Деньги. И, тем не менее, почему доклад выходит накануне выборов, фактически две недели осталось, нет ли здесь какого-то желания повлиять на исход выборов таким образом? Хорошая мина при плохой игре. На Западе прекрасно понимают, что выборы на Украине, это лишь такой фасад демократии, никакой демократии, на самом деле, демократического процесса на Украине не существует. Совершенно очевидно, что и те наблюдатели, которые будут на Украине, и даже такие организации, как ОБСЕ, которые там также будут представлены в ходе выборов, они, конечно же, признают формально эти выборы легитимными, как бы они ни проходили. Но, тем не менее, нарушение там такого уровня, что им придется так или иначе и покритиковать своих киевских подопечных. И вот подобный отчет, это также элементы этой тактики, когда, с одной стороны, признается легитимность, А с другой стороны, как бы намекают, что, ребята, у вас там рыцет в пушку, мы это знаем, мы вот вам демонстрируем, но если вы не будете делать то, что мы вам говорим, мы это потом раскрутим и обратим внимание. В первую очередь, для собственного населения, вот мы замечаем, это не то, что со стороны Запада, это не то, что мы замечаем, что там не все в порядке, да, там есть проблемы, в том числе серьезные проблемы, но все равно это легитимно. И вот признание этих ошибок киевского режима, оно в каком-то смысле поддерживает общую позицию Запада, так как Запад не говорит, все там прекрасно и все легитимно. А как соблюдаем объективность, то не все хорошо. Сергей, как вы думаете, вот действительно ли этот доклад является таким способом, как-то повлиять на выборы, или это вот чистая случайность, что он выходит за две недели до выборов, хотя действительно он был и раньше, вроде это как выясняется, как вы считаете? Ну на самом деле, давайте обратим внимание на два аспекта этого доклада. Первое, мы сейчас говорили пока о обвинениях в адрес украинского руководства нарушения прав человека в Украине. Там есть обратная сторона медали. Там примерно в таком же объеме приводятся факты нарушения прав человека в Донецкой, Луганской республиках и в Крыму. То есть это попытка занять такую позицию сбалансированную, вроде как, да, объективную. А по большому счету, мне думается, это такая, знаете, артиллерийская, журналистская, психологическая подготовка к тому, что давно, в общем-то, предлагает скорее ООН, некоторые страны-участники, меньше американцев, в ведении миротворческих сил ООН, не НАТО, а ООН, для разрешения конфликта в Украине. Это первое. Второе. Вот мы говорим о выборах, почему перед выборами. Ну как-то вот, да, хорош именно при плохой игре, потому что невозможно будет при этом вообще водевели, который сейчас будет в виде выборов происходить. Водевиль такой знатный происходит. И при абсолютно вот это вот Покрылова, а Васька Порошенко слушает ДС, как его там сейчас со всех сторон как-то не пытаются причесать, там будут такие нарушения в ходе выборов, что, а вот мы предупреждали, а вот мы предупредили, а вот не слушается. Ну что сделаешь? Вот так. Ну вот такая вот ситуация в обществе. Все все нарушают, демократии нигде нет, все плохо. Дмитрий, как вы думаете, почему сейчас выборы, не выборы или это случайность? Извините, что-то в горло пришло, но на самом деле я тоже склонен согласиться с тем, что это никак не связано с выходом американцев из Совета из Конвенции по правам человека. Скорее, ну, знаете, нет более сильного инстинкта в любой, особенно международной бюрократии, чем инстинкт собственного самосохранения. К чему идет дело на Украине, они сейчас прекрасно понимают. А к чему идет дело? Ну, давайте так. На ваш взгляд, все-таки вот такая со стороны. А это не мой взгляд. Достаточно посмотреть структуру последнего кредита, кредитной линии по системе стендбай, предоставленной МВФ, и можно легко убедиться, что это перенос платежа на 14 месяцев под проценты, и в случае, если эти деньги не будут выплачены, кредит стендбай, это предусматривает автоматическое объявление дефолта. Это вот тот ожесточайший кредит. И это 14 месяцев, которые современной Украине дали на выборы, не я, простите, а МВФ, дали на выборы президента и Верховной Рады. Ну, чтобы как-то сгладить, пока на время... Да, и по большому счету, в общем-то, для крупных политиков, для крупных политических экспертов нет большого секрета дата окончания, собственно, существования Украины. Она вот видна из финансовых документов. Соответственно, к этому надо... Ну, подождите, финансовые документы вещь относительная. Понятно, что сейчас американцы тратят деньги так вот куда-то в никуда, но, тем не менее, они и дальше могут тратить. 80 миллиардов долларов. Суверенный долг современной Украины. Больше даже. 80 миллиардов долларов. Вот, я понимаю, украинцев, которые почему-то живут в парадигме, что придет добрый дядя Сэм, эти деньги за них заплатят. Причем, эти деньги невозможно не возвращать, потому что это не плюшевая страна-агрессор. Россия в качестве кредитора. И даже не МВФ. Основные деньги это частные американские фонды. Те самые ребята, которые банкротили Аргентину, например. Ну, у вас не зря такая оговорка произошла. Ну, в общем, да. Тут ситуация-то в общем понятна. Они одну отсрочку уже давали после событий на Майдане. Реструктуризацию дальше не будет. Поэтому сейчас Украина, и все прекрасно это понимают, выбирают не власть новую, она выбирает ликвидационную комиссию. Почему американцы еще так заинтересованы в Порошенко? Потому что я так понимаю, что он был связан при прошлой реструктуризации долгов какими-то личными обязательствами. И кто-то за это... Это мы не знаем. И кто-то за эту красоту... Нет, ну, кто-то за эту красоту должен отвечать. Все равно. Ну, за деньги всегда кто-то отвечает. Поэтому нет. Там сейчас идея предельно простая. Это единственный математический выход. Как-то постараться втянуть Россию причем не Донбасс, не Луганск, не Донецк, а именно большую Россию в войну. В этой войне не надо побеждать. Важно добежать до канадской границы. Вот ровно как по классике. Добежать до канадской границы, организовать правительство в изгнании и самое главное переложить долги на государство агрессора. Это сейчас основная математически понятная цель и украинского руководства, и их американских кураторов, которые совсем не хотят терять деньги. Дмитрий, мне кажется, вы слишком пессимистичны. Юрий, вам не кажется, что Дмитрий сгущает краски, что так все плохо на Украине? У нас вопрос-то относящийся к правовой дипломатической сфере. Мы переключились на финансы. А это все взаимосвязанные вещи. Я понимаю, но... Все, что делает сегодня американская полиция, это за деньги. Давайте про деньги. Вот поверьте, уполномоченный по правам человека к финансам Украины точно не имеет никакого отношения. Это совсем другая парафия. И его действия никак нельзя привязать к тому, что пытаются банкротить Украину. У него чисто функциональные цели. А мы про это не говорим, что это взаимосвязанные вещи. Мы просто обсуждаем ситуацию на Украине. Я скорее согласен с коллегой. Еще раз хотел акцентировать внимание на том, что в докладе содержатся противоположные вещи. С одной стороны, вроде бы, подыграли Россию, с другой стороны, подыграли тому же Евросоюзу. И это в точности соответствует тому раскладу, который на сегодняшний день в Комитете по правам человека. Там центром влияния после выхода США оказался Евросоюз невольно. А с другой стороны, Россия. Вот американцы, конечно, молодцы. Они теперь могут критиковать и Россию, и Евросоюз, и делать их ответственными. В том числе, за то, что происходит. Они в том числе. Вышли они для того, чтобы их не критиковали. Потому что трамп на сегодняшний день делает, и то, что происходит. Это очень удачный повод для того, чтобы критиковать Соединенные Штаты. Ну, конечно, он там мексиканцев не пускает, стены строит, вообще ограничивается свободой в Америке. И теперь они выбрали тактику Китая. Стоять в стороне, и ты никакой ответственности, ни к чему, никаким документам не привязан, ты ни за что ответственности не несешь. Но в отличие от Китая еще и можно и критиковать. Слушайте, когда они несли какую ответственность? Вот это они делают, собственно говоря, и будут это делать. И доклад как раз этому в том числе очень хорошо соответствует. И Россию покритиковали фактически в лице ДНР и ЛНР. И в то же время Украину. И вроде бы объективно все, вроде бы объективность при этом сохраняется. Поверьте, еще дальше полезут в Россию. И начнет этот комитет заниматься Россией, разбираться, что тут в России происходит. Сергей, вы киваете, так вот полезут в Россию? Одну секунду, буквально ремарку. Дело в том, что вы сказали, было много докладов. Да, по Украине много было докладов. Но до этого периода озвучивал подобные вещи кто-то из подчиненных уполномоченного по правам человека. То есть он перекладывал. А в этот раз он взял на себя такую функцию. Это о чем говорит? О том, что он видит уже четко свои, как говорится, задачи. И поэтому он может на первый план выходить. А задачи, как я уже обозначил, и Россию бомбить, и Евросоюз. Ну я хочу просто почему я кивал. Я хочу сказать, что действительно мне кажется, что здесь есть такие далеко идущие, если не планы, то по крайней мере сценарии. Представить Россию сегодня, кроме всего прочего, как я бы сказал, такого вот лидера международного электронного терроризма, если хотите. А вот мы сейчас поговорим попозже про это. Да, да, да. Вот все ближайшие выборы, где бы они не происходили, естественно, без русских хакеров, ну не могут пройти по определению. У них просто система виснет, если хакеры не завезут. Конечно, конечно. Плюс к этому борьба за демократизацию интернета в России, которая сегодня, вы знаете, иногда выплескивается на нашей площади временами. Вот это хороший сюжет для того, чтобы еще раз показать Россию как некую новую империю зла в этом контексте. Забывая про все остальное, про военную угрозу, про экономические, про всякие там эти самые энергетические диктаты и прочее. Вот, пожалуйста, Россия сегодня практически превращается вот такого вот отморозка, да, вот на электронном поле, на информационном поле. Кстати, по поводу обвинений, если уж вы эту тему затронули, я хотел ее чуть попозже обсудить, но тем не менее, Центральная избирательная комиссия ЦИК Индонезии, Индонезии, крупнейшая страна мусульманской в мире, указала, что они подверглись массированным атакам, кибератакам со стороны кого? России, ну правда еще и Китая, ну еще китайцам досталось. То есть мы, по их мнению, продолжаем атаковать все выборы, которые где-то... Вот нам Индонезия... Зачем, Фиксер? Вот если вот серьезно, зачем нам Индонезия, выборы в Индонезии? Ну смотрите, подобные обвинения, как правило, исходят из тех столиц, которые в существенной мере находятся под влиянием Вашингтона и союзных ему государств. На самом деле, известно в том числе и из сливов Викиликс за последние годы, что Американское агентство национальной безопасности неоднократно использовало специальные системы, системы наступательные, киберсистемы, в рамках которых хакеры по сути под российскими выдавали себя за российских представителей России, неких российских хакеров, на самом деле это были американцы, поэтому подобное тоже используются, такие операции. Обвинения в адрес России, в данном случае со стороны неких официальных лиц Индонезии, они, конечно же, не имеют под собой никаких оснований, это абсолютно бездоказательное обвинение. Ну они не Россию там прямой объявляют, они говорят, что из России, может быть, это был какой-то частный хакер, который где-то здесь вот в лесах Сибири или еще где-то там, я не знаю, засел, такой диверсант и вот всех атакует. Если можно добавить вот по прошлой теме, американцы с Украины уходить в ближайшее время не намерены. Дело в том, что те инвестиции, которые они, если можно это так назвать, инвестициями, которые они сделали за последние годы на Украину, на Украине, они минимальные, они для американского бюджета, который зачастую строится, они деньги могут печатать. Это минимальное вложение с прекрасным для США результатом. То, что произошло в феврале 2014 года в Киеве, государственный переворот, организованный Соединенными Штатами и их европейскими союзниками, это большая победа для Вашингтона. Чего добился за последние годы Вашингтон на Украине? Во-первых, переформатирование украинского общества на общество радикально антироссийское. То есть, к этому шло все в течение последних двух десятилетий, но сейчас, в последние годы, это перешло в радикальный формат. Во-вторых, Украина используется как своеобразный таран против России. То есть, все силы Украины направлены на антироссийскую повестку. Это информационная повестка и военно-политическая повестка. Россия приходится использовать различные ресурсы для того, чтобы как-то с этим совладать. У нас это получается... В подтверждение Ваших слов, извините, я Вас прерву о том, что информационная повестка, таран, вот у них будут выборы, да? При этом журналистов из России вот сейчас они думают, во-первых, пускать ли вообще, а если пускать, то кого? Выборочная аккредитация журналистов из России, то есть, кому понравится? Это демократия по-украински называется. То есть, если журналист нравится, если, как они говорят, отражает пропаганду, как-то там так хитро сказано, Москвы. Можно подумать, что журналист из Вашингтона, например, он отражает пропаганду Индонезии, какой-нибудь Антарктиды, а не США, да? То есть, не позицию США, не поддержка, ну, условно, да? У них же даже проблема сейчас с европейскими журналистами. Да, они же не хотят пускать австрийского журналиста. Австрийский, итальянский журналист. Есть еще один аспект, пока мы не ушли от этого, украинской карты в руках Вашингтона. Здесь хорошая манипуляция, столкновение России с нашими потенциальными сегодняшними союзниками. Позиция Белоруссии, когда батьку Лукашенко Госдепоп похвалил за то, что он занимает резвую мысль, еще антироссийскую позицию. Попытка столкнуть интересы вокруг Украины, по Украине, России с Казахстаном и прочее. Теперь вас я прерву. Давайте. по поводу Белоруссии. При Балтике заявила очередную, я уже не помню, кто там, Эстония или из этих стран, что война, они самый опасный враг, но это Россия, это понятно, и война между Европой и Россией начнется из-за Белоруссии. Вот так они написали. Извините, продолжайте, пожалуйста. Ну нет, но мы, конечно, будем еще с батькой долго ссориться-мириться, мириться-ссориться. Я просто его, насколько маразм крепчал. Маразм может дойти до крайности, вот, хотя с другой стороны, ну это серьезная отдельная тема наши отношения с Белоруссией. С одной стороны, вроде бы, мы не можем найти общую позицию по украинской проблеме. Я думаю, что нам не грозит ни вражда, ни теплая дружба с Белоруссией на ближайшее время. Так и нас будет все время заносить. Ну давайте от Белоруссии, да, это отдельная тема, мы просто не обсудим. Я к тому, что это хорошая возможность сегодня Россию противопоставить. Наши оппозиции по Украине противопоставим нашим возможностям. Что нужно нам прекратить? Да прекратить на самом деле. На самом деле, самое смешное, что вот мы обсуждаем какие-то вещи уже, которые относятся к прошедшим периодам времени. Сейчас западный мир абсолютно не интересует. Это дело Скрипалей блестяще показывает поводы, по поводу которых они будут применять санкции, меры какие-то по отношению к России. Они действуют четко по своему плану, эти вещи никак не связаны. Это уже сейчас понятно, объективно и так далее. Второе, давайте посмотрим алгоритм. Вот мы говорим, что Украина это такой инструмент, которым им будут пользоваться. Посмотрите, алгоритм действия американской военной машины и внешнего политического ведомства. Они заходят, грабят, разоряют и уходят. Это было везде. Но в Украину-то они не зашли. Фактически, простите, целый этаж СБУ, их управленцы, фактически управляют... Я веду регулярные войска, как вы представляете. Но из большинства мест, куда американцы пришли, они как раз не уходят. Те и славятся. Они и в Ираке находятся, и в Сирии находятся, несмотря на заверения об уходе и других странах. По Украине, задачи основные, выполнимые для западного сообщества, решены. И без регулярных войск. Они уже решены. Это уже Сомали белая. Это уже обрушение административного аппарата, который идет. Это уже криминал на улицах. Это уже обрушение экономики. Их цель в Украине касается отношения с Россией. Их главная цель это Россия, а Украина это лишь инструмент. Можно я попробую договорить? Их задача выжженная земля, хаос, как и везде. Она выполнена. И какая им разница, на что будут тратить силы России на восстановление вот этого, извините, вот этой беды, которая там есть. А там ЖКХ с 90-го года, с 1990-го года ни разу не ремонтировалась и не чинилась. Если мы туда зайдем, кто будет выплачивать долги? Зачем? Нас туда еще никто не зовет. Нет, они улыбаются, и мы сами приходим. Да, скажите свою позицию. Вот это Сомали, белая Сомали в Украине сейчас, или это очень все-таки резкое заявление от Дмитрия. Просто поймайте, будущее Украины это более широкая тема. И мы сейчас переключились, обсудить ее профессионально мы ее не сможем. из-за того, что у вас... Вы какой-то пессимист. Все-таки вы взяли... У нас еще 6 минут до конца. Конкретный предмет это отношение ООН или конкретной структуры ООН к... Хорошо, я вас про другое не буду спрашивать. Давайте про ООН. Ваша очередь. Ну, если про ООН, чтобы завершить уже, вот получается, конечно, это двойственная ситуация, на которую вы правильно абсолютно указали, что они Евросоюз избрали объектом своих нападок, потому что за Украину кто отвечает? Евросоюз. С их точки зрения не США, а Евросоюз. И ЛНР, ДНР, Россия. Получается, мы, оставшись в этой структуре, сознательно оставляем себя как мальчик и дитя. Абсолютно правильно. Просто на сегодняшний день, после того, как США и Китай не являются участниками этой конвенции о защите прав человека, какого, извините, лешего мы там будем находиться? Мы, один из членов Совета Безопасности ООН. Если два основные игрока выходят, причем один из них меньше по ядерному потенциалу по ним. Поэтому из таких вот структур естественно надо выходить. Основной не согласен. Основной не согласен. Совет Безопасности ООН. Что это дает? Вот вышли и что? Это снижает наши риски. Потому что даже с точки зрения того, что Россия, сверхдержава, является мальчиком для битья для всего мира. Он говорит, по репутационной издержке. А против, наше нахождение в Совете по правам человека... Я уже говорю, что финансовых издержек. Тут, мне кажется, есть некое непонимание структуры ООН. То, что мы находимся в Совете по правам человека, дает нам возможность влиять в том числе на то, как пишутся эти отчеты. А те страны, которые выходят из него, теряют влияние на то, как они пишутся. Поэтому то, что мы там находимся, повышает наше влияние в международной системе. Они понижают его. Поэтому, разумеется, мы не выйдем ни из Совета безопасности ООН, где у нас право вето, ни из ЮНЕСКО, где у нас также существенное влияние. Единственный рабочий орган ООН это Совет безопасности, где у нас право вето. Все остальное это бюрократическая настройка, имеющая даже, извините, силовых возможностей осуществить свое решение. Силовых возможностей нет, но информационные есть. Советное имеет уровень примерно Третьейского суда. Вот если Третьейский суд идет в суд, и второй человек говорит, а я не признаю, каким образом вы на него воздействуете? Информационным образом. Каким информационным? Тогда надо входить в Вашингтон. Украинский может только по России говорить. Россия не имеет никаких намерений выходить. Разве что через интернет неофициальным путем? Мне коллеги подсказывают, что мы уже, к сожалению, перебираем наше время. Спасибо, что вы пришли. Действительно, очень важная тема. Мы, конечно, обсуждали не только сам документ ООН, но и общая ситуация на Украине. Продолжим это делать в других выпусках. Пока всем спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова